здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим с вами о об одном наверное самых важных для зимних олимпийских играх вида спорта которые видах спорта которые связаны с лыжами тем более что открывается пекинская олимпиада а 9 февраля мало наверное кто знает особенно не спортсмены в россии отмечается день зимних видов спорта так что сами понимаете начало февраля для нас в этом году выдалось таким зимним с точки зрения видов спорта у нас в студии алексей илюхин тренер по лыжным гонкам школы олимпийского резерва люберцы и артем барков спортсмен лыжного отделения ну поговорим обо всем по порядку прежде всего алексей в этом году начинается вот эти олимпийские игры наверное каждый тренер на самых разных этапах кто то на когда совсем маленький еще человек потом он становится больше потом юноша потом уже занимается где-нибудь сборной россии но все равно всем хочется чтобы твои воспитанники добивались каких-то высот вот как вы считаете мы же все-таки в зимних видах спорта не во всех правда но довольно сильны да у нас и достаточно в этом году сильная команда уехала в пекин вот и женская лыжная команда и мужская лыжная команда вот если брать прошлые олимпийские игры у нас были только серебряные медали когда из-за допинг скандала не были допущены у нас самые ведущие спортсмены вот как саша легков сергей устюгов максим валикжанин сейчас уехала довольно таки сильная плеяда спортсменов которые четыре года готовились к этому главному старту четырехлетия такие сильные спортсмены как александр большунов терентьев спецов и денис но по сравнению вот стоит скажем так ситуации около спортивной до сегодня все таки нам надо рассчитывать на то что на этой олимпиаде будут у нас медальчики то получше ну конечно же вот в основном доминирует конечно норвежцы но они доминируют на коротких дистанциях будем стараться и будем болеть за наших спортсменов я думаю что все таки на этой олимпиаде они привезут нам золото ну мы знаем что два главных вида спорта по крайней мере нам об этом все время говорят это футбол и хоккей один из них как ни странно мы все-таки хотя иногда чемпионат и летом может проходить где-нибудь но мы вы считаем зимним видом спорта но помимо этого масса других интересных игр которые мы называем зимними вот у меня такой вопрос к артему артем почему выбрали лыжи почему не футбол не хоккей волейбол гандбук ну бег на конце наконец легкая атлетика ну после олимпиады в сочи в четырнадцатом году так где наши лыжники выиграли за не полностью пьедесталов в барафоне вдохновил и а потом пойти в лыжи то есть вот видите как олимпийские закольцевал конечно же они мотивируют и мотивируют молодежь если это доносится по телевидению до до молодежи вот эти результаты эти золотые медали соответственно это огромная мотивация вот и интерес прививается сразу же но самому начального этапа конечно человеку же важно захотеть конечно одно дело когда мама с папой приглашают ребенок отказывается и вот тянут давай будешь у нас боксером или будешь у нас там волейболистом другое дело когда человек сам увидел а вы внимательно тогда игры смотрели до четырнадцатого года да это сколько вам тогда лет было примерно 77 лет прошло вот а кстати смотрите как время кажется что олимпиада четырнадцатого года совсем недавно было и вы пришли и что вы вас взяли как как можно же прийти через неделю сбежать сказать что это не мое вы остались почему понравилось да понравилось интересно был как то почему бы не даже вы до этого вот до семилетнем возрасте нужно лыжах пробовали кататься сейчас некоторые дети не знают что такое лыжи знают как только с горки спускаться в незаконных местах а вы уже пробовали себя да ну да просто катался в школе могли поставить с родителем пойти куда нибудь но не занималась меч а то есть родители тоже на лыжи ходили до куда-то уезжали в леса там где много снега и прокладывали себе в дорогу алексей ну вот пришел человек к вам я при я же не зря сказал про футбол и хоккей все-таки не каждый придет на зимние виды спорта и на лыжи что это за ребята которые к вам приходят и достаточно к вам приходит или есть ощущение нехватка нет 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 достаточно приходит я думаю что для люберец кого района достаточное количество занимает сейчас лыжными гонками но когда пришел артем я не возлагал никаких вообще надежд на этого спортсмена то есть он как-то затерялся в толпе и ярко не выделялся ну шаг за шагом потихонечку какие-то результаты на пол мы же подогонечку на потихонечку степ-бай-степ начали приходить какие-то результаты пускай даже не очень серьезные на местных соревнованиях на соревнованиях московской области но таких ярких результатов не было и вот в какой-то момент спортсмен после летней подготовки начал очень яркого выделяться и соответственно я возлагал на него уже какие-то определенные свои надежды и свои планы и наступил момент когда спортсмен начал выигрывать основные старты на московской области вот мы выезжали даже и на всероссийские соревнования там где он занимал призовые места но вот в этом году в прошлом году он стал наверное ярко очень обладателем кубка московской области то есть выиграл московскую область полностью индивидуально ну то есть вот этот четырнадцатый год продолжает свое такое продажа и соответственно нет но мой взгляд такой ребенка мотивирует победы ребенка очень сильно мотивирует победы когда ребенок занимается и не получает удовольствие да то есть он не стоит на педестале и соответственно не побеждает интерес теряется но я отношусь каждому ребенку очень внимательно то есть вот мы сейчас об этом поговорим я хочу просто еще артему такой вопрос задать вот алексей ваш тренер говорит что незаметный такой а вам приходилось самим собой бороться да ну там надо раньше встать делать какие-то дополнительные упражнения друзья зовут куда-то там и знаю гулять а вы должны тренироваться как вы вот этот вопрос но для мешки это все в удовольствие удовольствие да то есть такого то что встать это тяжело нету просто удовольствие все это идет то есть лыжи это нам бы вам а все остальное потом просто вот такой сидит тихий грустный спортсмен про медаль это мы расскажем во второй части у нас тут грамоты если мы уже слышали что и кубок у вас есть но я вот еще такой вопрос хотел задать а изначально вы когда вот пришли вы верили в то что рано или поздно вы медали начнете получать вот было такой дайте вот бывает ощущение человека я стану чтобы там даже если никто не верит а я стану ну конечно хотелось что-то достичь но ничем это не являюсь особо просто тренировался потом резко как-то пошел результат в какой-то момент и все значит тут получается алексей мы приходим к тому что тренировки выстроены таким образом да что иногда бывает вот пришел талант в любом виде спорта да и мы знаем что с этими талантами может произойти после одного может быть успешного выступления иногда с такими ребятами на на может даже сложнее а другое дело когда выстроен процесс таким образом что постепенно появляется не просто результат а вот этот вот продолжительный результат вот из чего вы исходите это какая-то методика программа кто ее выстраивает как идет работа выстраиваю я ее вот мы уже не тренируемся как раньше тренировались вот на износ только победа вот сейчас в данный момент есть многофункциональные методики вот которых я придерживаюсь и стараюсь молодых спортсменов не выхлёстывать полностью то есть вы стратегически ну конечно же конечно же мы смотрим только на перспективу и это право и эта методика и она действует она действует мы шаг за шагом прибавляем нагрузки шаг за шагом совершенствуем свою технику ну и соответственно силу не без таланта соответственно еще должен быть приложен талант ткань вот талант спортсмена конечно же здесь не исключение вот но раскрыть его это дело тренер артем скажите а лыжи это вообще для вас какое-то живое существо с ними же надо как-то договариваться вас какие-то на на специальные персональные может быть несколько пар или как конечно и как отнесся лыжи к лыжам так они поедут тоже они могут же не поехать если если плохо себя вести да у вас какой-то собственный да вы подбираете это что же надо найти мне рассказывали какая экипировка хоккеистов там что-то запредельное совершенно где вы лыжи находите или это тренер предоставляю или все вместе 0 николаевича выдает лыжа вас есть как это же насколько я понимаю там вплоть до из чего сделано это так сложно все как правило сейчас экипировка вся дорогая да не только для хоккея но и лыжные гонки тоже стали затратным видом спорта вот лыжи стоит очень дорого особенно хорошие лыжи профессиональные очень дорого поэтому за лыжами следим вот я выступаю не только в роли тренера но и в роли сервисмена соответственно лыжи мажу я и готовлю к соревнованиям я как правило подготовка до соревнований занимает три-четыре дня вот начинаешь пылинки с них сдувать то есть вы начать учите эти лыжи разговаривать с будущими спортсменами соответственно спортсмены следят за своими лыжами я тоже как бы прошу их тщательно следить за лыжами за их чистотой вот потому что их надо постоянно парафинить постоянно ухаживать за ними чтобы они были чистыми но это вот очень похоже знаете у нас здесь разные люди были музыканты в том числе да как музыкальный вот инструмент да нужно держать конечно он весен но там еще работает например инструмент может быть 18 века что еще добавляет до своих каких-то а здесь инструмент который ну вот как не подмажешь не поедешь что по-другому ты не звучит да поэтому я за этот вопрос адресовал потому что когда сегодня заходишь любой спортивный магазин прекрасно понимаешь что иногда к спорту это никакого отношения не имеют эти лыжи могут развалиться еще до того как ты на на них крепления будешь уставлю и вы занимаетесь еще каким-то поиском до этого этих приспособлений самых разных но не поиском а здесь очень и очень большая наука чтобы намазать лыжи вот сейчас очень много смазки профессиональной смазки лыжных порошков парафинов мази и скольжения ускорителей ну и соответственно все прилагается еще и плюсом то есть если кто-то на лыжах можно к алексею обращаться расскажет вам брать не брать вот мы сейчас делаем небольшую паузу но перед тем как мы на нее уйдем вот идет олимпиада и артем будете смотреть на буду вот присматривать внимание что вы будете садил вот мы будем смотреть на простые смертные зрители с точки зрения успел не успел там ну борьба зачем вы будете наблюдать в первую очередь техника как артена ведут и копировать все это а то есть не копировать а брать самое лучшее до выбирать сам лучше спортсменов топов а за кого болит и кроме наших бутик вере так неправильно кто вам еще нравится кроме наших спортсменов ну я все-таки стараюсь не болеть спортсменами смотреть на технику а память то есть вот вам пожалуйста мнение специалиста мы с вами олимпиаду будет смотреть как простые зрители артем будет смотреть как профессионал я думаю что алексей тоже да вы будете внимательно следить и что-то возможно оттуда хорошем смысле слова украдете конечно же раньше небольшое дополнение что у нас олимпийские игры совпали с первенством россии вот и артем принес сегодня вот три медали это был именно отбор на первенство россии он попал в первую команду значит на трех гонках а гонки составлялись из длинные гонки коньковым стилем длинные гонки классическим стилем и спринта вот давайте мы об этом более подробно поговорим во второй части потому что будет уже приятно конкретно о занятых местах и медалях поговорить напомню что на студии алексей люхин тренер по лыжным гонкам школы олимпийского резерва люберцы и артем барков спортсмен лыжного отделения сделал небольшую паузу и вернемся напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и вот в дни зимней олимпиады в пекине в преддверии или в дни когда отмечается день зимних видов спорта а именно 9 февраля это происходит нас в россии мы пригласили студию алексей люхина тренера по лыжным гонкам школа олимпийского резерва люберцы и артема баркова спортсмена который собственно говоря с помощью этих лыж приносит вот такие медали хочу обратить сразу же внимание прежде чем мы расскажете уже более подробно ваших успехах потому что артем очень не настроен много рассказывать мы будет будем все равно вот эту информацию из него вынимать но вот алексей нам уже очень очень хорошо кстати вы рассказываете профессионально прям как комментатор о том за что почему и как но я хотел бы показать медаль золотая это у нас по срединке правильно вот обратите внимание сейчас покажу эту медаль и я как только ребята ее принесли помимо того что эта медаль которую вот на шее висела и висит виртуально до сих пор у артема а эта медаль очень похожа на медаль которая будут получать спортсмены участники олимпийских игр в пекине так что мне кажется что это какой-то знак символ артем если вдруг вспомните когда будете медаль получать на какой-нибудь зимней олимпиаде вспомните нас нашу студию что мы такой вариант предрекали но давайте теперь поговорим медали здесь у нас золотая и две бронзовых правильно за что артем золотая за что начнем с главного золотая за металли так краски первенство первенство московской области и отборной россии был пятерка коньковым стилем алексей скажите сколько участников принимал участие как у вас скажем стоимость не финансовая затратная ну заявлено было более 400 участников того что до 400 участников и мы конкурируем с такими сильными школами как лыжный клуб на сетки на лыжная школа города красногорска на школа одинцо то есть мы достойно бывает у этих спортсменов выигрывая и сколько принимал уча это гонка или как как это 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 отбор так московской области среди возраста 2007 2006 так наперен с россии который будет проводиться в городе софтовкара республика коми и для того чтобы заехать первую команду то есть для того чтобы попасть первую команду нужно завоевать первое либо второе место а что входит в это соревнование три гонки так три гонки одна гонка длинная 10 километров классическим стилем было 5 километров коньковым стилем и спринт и медаль мы выиграли за медаль мы выиграли на длинные гонки 5 километров коньковом стиле это вот там свободно да совершенно верно свободный стиль это это самый неудобный мне классической гонке он был третьим так с минимальным проигрышем но и соответственно спринте тоже был третьим но подчеркнул что спортсмен 2007 года мы соревновались с 2006 на год старше спортсменами ну как бы какой-то опыт да подразумевается соответственно на год больше опыта артем скажите вот мне кажется что это очень правда сложно а вы за золотую медаль завоевали это как так ну все приходит с опытом в какой-то момент уже просто ходишь на автомате и просто привычешь организм к этому вы ведь ну мы же планируем сразу три золотых медали чё нам мелочиться правильно вы сами-то на какую рассчитывали ну так глубине души ну конечно каждый гонка тряешься только на победу только надо то есть нет такого что вот классика мне не очень нравится а вот на коньковом я сейчас такое устрою такого не да то есть вывели ко всему относитесь а тренер как-то знаю джиж наверно где он нас больше шансов бывает иногда загадка бывает как театр и режиссер думать здесь будут аплодировать и плавает иногда загадка и просто и бываешь не в доумении когда спортсмен побеждает либо проигрывает но тем не менее и тренер тоже настраивает спортсмена каждый раз на победу каждый раз потому что проделано колоссальное количество работы и настраивать спортсмены на проигрыш это не понятно что не на проигрыш но вот я даже не знаю кто больше теряет здоровье до человек и нервов прежде всего спортсмен который вот сейчас тренер достаточно а тренер сидеет параллельно как верно шагу в этот момент что дальше ждет нас ближайшее время какие вот соревнования раз у нас золотая медаль есть дату на куда-то дальше да мы отобрались в первую команду московской области и теперь спортсмен будет выступать на первенстве россии доказывать там то есть большая россия соответственно а сколько какие там должны быть соревнования ну это первенство россии но то и нет я имею ввиду виды какие однажды там то же самое что было и ребенке до до 44 эстафета еще дополняется то есть команда московской области будет участвовать еще в эстафете это когда сколько там человек 4 там четыре человека два этапа классическим стилем два этапа коньковом стиле ну вот как коньковый так сразу хорошее название для золотой медали наш конек коньковый но надо нам конечно же и ну классика же мне кажется должна быть обязательно золотой а вот кстати вы же попадаете сейчас команду где ребята будут разные которых вы но может быть знаете по их выступлениям но это его соперники основные а теперь вы вроде как будете в эстафете бежать как как вы с ними будете налаживать отношения но как бежали таки бежим просто эстафеты друг другу передадим и все ну знаете нас кино иногда показывают вот три спортсмена с друг с другом дружат а четвертый там со всеми не дружит и все никакой эстафеты не будет психологически как так друг другу какое у вас отношение как соперник все равно как соперник но если надо мы включаем профессионализм правильно в первую очередь на трассе любой друг твой соперник вне трассы кто угодно но трассе соперник о как интересно наверное в жизни иногда так нужно тоже когда включать соперник алексей еще такой важный момент я всегда сдаю и спортсменам и тренером наставникам еще есть такой психологический момент да а мы прекрасно понимаем что вот вы рассказывали маленьком еще человек до ребенке ребенок у нас сейчас уже почти до 30 лет скоро будет до официально называться вот психологические аспекты когда кто-то действительно становится профессионалом и начинает работать ему только нужно ну помогать а как а кто-то вот имеет все способности он не хочет это делать вот как вы психологически с ребятами общаетесь очень сложно заставить в таком виде спорта особенно как лыжные гонки трудиться на 200 процентов почему потому что но если человек полюбил и как бы отдается этому виду спорта соответственно его заставлять ничего не нужно делать он делает это все сам тренер только направляет вот но к большому сожалению как вы сказали бывают очень талантливые люди очень талантливые гиперталантливые люди но к сожалению либо лентяя либо с большой неохотой относятся к делу очень сложно с этими людьми очень сложно их направлять и доводить до какого-то либо результата вот то есть я у меня такой взгляд что если спортсмен нацелен если у него есть определенные цели амбиции достичь своего результата то он обязательно добьется кто честно трудится тот обязательно получит результат а как проходит тренировка артем вот вы во сколько вы встаете у вас бывает разгрузочные дни когда вы можете спать сколько угодно есть сколько угодно или у вас все по программе но в разы ручки дни идет х бывает конечно то есть бывают таким человеческий момент а вот если например вы идет подготовка к соревнованиям каждый день у вас занятия проходит ну там же разные физическая подготовка но сейчас таких основных тренировок в соревновательный период времени ну как бы очень таких основательных тренировок самые основные тренировки были летом и то есть летняя подготовка для лыжника это самое основное это базовое сани зимой дай летом эта база это фундамент то который лыжник закладывает вот мы провели несколько сборов один из сборов мы провели в сочи но вот потом переехали в архангельскую область такое местечко есть профессиональная малиновка вот там где мы пробыли практически месяц вот там где мы закладывали свой фундамент вот и уже с этим фундаментом мы потихонечку они не теряются форма вот от лета к зиме не теряется если спортсмен практически каждый день тренируется то то что заложено летом она никуда не уйдет то есть это индивидуальные тренировки да какие-то за одну условно говоря там утренняя зарядка какой-то комплекс упражнений до ну летом да да мы в каждый день выбегаем на зарядку в 7 00 потом уходим в 10 00 на первую тренировку и после тихого часа у нас третья тренировка вот сейчас опять же возвращаясь к олимпийским играм у нас здесь опять же было много спортсменов люберцы не зря называют территории спорта да где жила и проживает кстати будете жить дальше надеюсь огромное количество людей которые добились очень многого кто-то на уровне области кто-то на уровне страны а кто-то на уровне всего мира вот как вы считаете мы на сегодняшний день вот со всеми теми сложностями которые существуют в том числе и может быть по экипировке мы можем в зимних видах спорта коль 9 февраля в россии отмечается этот день можете себе устроить небольшой праздник по этому поводу добиться каких-то больших успехов в олимпийских играх потому что есть некоторые еще категории не только про лыжи говорю да вот чё нам не хватает для этого баз каких-то или каких-то возможность или у нас просто ну не наш вид спорта бывает же такое но у лыжников мой взгляд такой в россии вообще не осталось ни одной базы если раньше они были были базы в цехадзоре в это армения бакуриане это грузия сейчас данный момент даже ни одной горной лыжероллерной трассы не осталось вот и вот и вот лыжники тренируются где-то далеко они тренируются в европе как правило уезжает в европу в италию в австрию в швейцарию и тренируются там вот как правило в россии мало кто тренируется но вот значит надо попытаться это как-то в том числе и вам как участникам этого процесса потихоньку мой взгляд такой что обязательно и в люберецком районе должны быть лыжные трассы лыжи роллерные трассы вот это надо развивать как бы вот тоже мы будем надеяться да потому что снег например в этом году вот я говорил очень много да в перерыве здесь что я вспомнил смотришь на человека лыжами профессионально когда же я просто на лыжах а ведь раньше то помните советское время показывали как не значит пятница суббота или воскресенье народ лыжи и куда-нибудь подмосковье отдыхать были лыжные всякие вот эти турниры даже не профессионально может быть это место такое она немножко недоступная для люберец но тем не менее я думаю что из люберец очень много народу приезжает вот будет карина на лыжи на лыжную трассу там очень профессионально готовится там работают ретраки поэтому кто хочет надо просто садиться на свой автомобиль и приезжать кататься ну понятно артем и к вам еще такой вопрос скажите пожалуйста а вот какая главная цель все-таки ну давайте говорить откровенно это же выступление на каком-то важном олимпийские игры что может быть еще важнее чемпионат глобальный смотреть стать лучше лыжникам чтобы все новости мира как вот есть а первая ракетка у нас будет первой жизни вот там ваш норвежцы там вот эти ребята они все они же такие еще вредные психологически давят нет они те же люди те же люди да то есть вы видите когда например какой-нибудь супер-пупер спортсмен а вы видите что вот тут у него ошибка здесь не так сделал здесь не так сделал да но ошибаюсь каждый просто не делать это меньше а вот не очень интересно общаться с артемом честно говоря мне кажется что бить наступит момент когда вы уже сможете передавать какой-то опыт даже сейчас когда ребята будут приходить до потихонечку постепенно да можно уже о чем-то рассказывать да есть у вас такое вот желание помогать ну если надо скажу что-нибудь подскажу если надо скажу ну что алексей я хочу поздравить вас три медали неважно какого они сейчас для нас вот цвета это работа это труд мы желаем вам продолжения до чтобы все три превратились такой но все-таки как-то золото больше блеска в нем вот мы желаем вам добиться всего самого того чтобы какой-то другой мальчик тут же в люберцах смотря на какую-нибудь олимпиаду увидел вас там и сказал я тоже хочу это же это будет здорово да алексей вам большое спасибо за то что вы готовите и так относитесь к этому виду спорта и мне кажется что вот в эти зимние олимпийские игры мы все немножечко вас вспомним узнаем и будем тоже за вас болеть но на нашем пока уровне ждать уже олимпийских соревнований у нас в студии артем барков спортсмен лыжного отделения и алексей илюхин тренер по лыжным гонкам школы олимпийского резерва кстати олимпийского резерва не зря сказано люберцы спасибо вам большое с праздником у вас днем зимних видов спорта это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а